Друзья, меня часто спрашивают, где я беру перчатки и остальные аксессуары для тренировок Так вот, Workout Shop это лучший магазин с инвентарем для тренировок дома и на улице Если вам что-то нужно, обращайтесь к ним, ссылка в описании Всем привет, друзья! Новая влагина подъехала, сегодня будет интересно, потому что, во-первых, я расскажу вам историю Еще я вспомнил, но она небольшая, такая коротенькая, но тоже жесткая очень Я покажу распаковку MyProtein, потому что вы просили, я в инстаграмчике спрашивал у вас, вы захотели, все покажу А также я выполню челлендж Игоря Вайтенко, это отжимания, отжимания на брусьях и подтягивания И посмотрим, какой результат у меня будет, поехали! Ну что, давайте начнем с истории, история тоже такая жуткая немножко, поехали! Когда я был маленький, наверное, мне было лет 6, я любил играть со всякими штуками опасными И постоянно у меня что-то случалось, и постоянно я боялся крови, как я видел кровь, и меня там... Вот! И однажды, однажды, я нашел какую-то фигню, вот такую Это, наверное, была какая-то штука, например, от ящика, знаете, когда ящик вставляешь, и внутри днище есть Но здесь вот такая же фигня была, только внутри днища не было Вот! И я что-то такой решил на эту штуку сесть, а эта штука вот шаталась, то есть если ее поставить вот так, прямо, на пол поставить То она как бы вот так перемещалась, складывалась в такой ромбик какой-то Я все равно решил на нее сесть Вот! Где-то было 6 лет, наверное Сажусь, я, значит, на нее такой посидел и чувствую, что она что-то сильно проседает И, значит, она сломалась, и я упал И я упал не просто так на пол, либо куда-то там на деревяшку А я упал на три гвоздя, которые торчали вот так колом вверх И мне эти три гвоздя воткнулись прямо в позвоночник, блин, я это помню как сейчас Жалко, что я раньше эту историю не вспомнил, но вспомнил сейчас, потому что если посидеть подумать, то истории вспоминаются Вот! Эти три гвоздя воткнулись И, блин, боль такая была, это как сдец был просто Ну вот, вот такая история, а дальше я не помню, что было, походу я в обморок упал Я не знаю Все, хорошая история, правда? Напишите в комментариях, что вы о ней думаете Короче, по традиции нужно сделать упражнение на шею Сейчас быстренько сделаю и расскажу вам хорошую новость И как всегда, мое любимое упражнение это лёж-лёжа Кто не любит лежать? Все любят лежать Вот, короче, хорошая новость, что у меня горло уже не болит Ну, голос немножко остался такой Но я уже, считайте, выздоровел А вторую хорошую новость расскажу после того, как сделаю лёж-лёжа пять минут Все сделал лёж-лёжа, вторая хорошая новость, что в конце апреля, где-то, наверное, в числах 25-х я еду в Москву и будем делать качественный контент с разными блогерами Планируется Владис, также Игревая танка, возможно, Шреддер будет Ну вот, если я всё успею, потому что мне где-то нужно будет приехать на 2-3 дня И за эти 2-3 дня я должен всё успеть, потому что у меня работа В понедельник, вторник, среду я работаю, а вот в среду вечером, скорее всего, можно уехать будет И где-то в субботу уже уехать обратно, чтобы в воскресенье приехать и в понедельник выйти на работу Вот такие вот дела, надеюсь А, кстати, ещё можно сделать будет сходку подписчиков Где-то в районе станции метро Севастопольская Вот где-то там, я там поселюсь на время И где-то там мы сделаем сходку, если вы захотите Ну а сейчас надо что-то покушать, я считаю Зашибись, в холодильнике ничего нет Вот так качки не живут, так не должны жить Итак, друзья, получил я посылку, вот такая вот она огромная Сейчас я перед тем, как её распаковать, расскажу вам, как пить перекись Помните, я обещал, да, и соду Поехали! Короче, рассказываю, как делается сода Значит, вы берёте кружку, кладёте туда одну чайную ложку соды Потом кипятите чайник, заливаете горячей водой эту кружку Потом размешиваете хорошо соду, чтобы там этих комков не было И потом доливаете обычно, ну, комнатной температуры воду Чтобы как бы охладить немножко И всё, и пьёте Второе, как делать перекись Значит, вы просто наливаете в стакан Обычной домашней воды, которая домашней температуры Потом капаете просто вот из такой фигни С сосочком десять капелек И пьёте Всё изи Пить нужно до еды натощак Вот так, значит, выглядит коробка MyProtein Она огромная, просто весит, наверное, около десяти килограмм Примерно так Давайте открывать Вот здесь у нас всё так отлично запаковано, чтобы ничего не повредилось Огромное количество вот таких штук, которые я обожаю лопать Смотрите, сколько их Да, итак, ребята Первое Это у нас какая-то шмотка Сейчас открою Это у нас что? Это у нас лонгслив или как там худи называется Очень хороший материал, прикольный такой, стретчевый Потом примерим Следующий товар Это у нас что-то Это у нас труселя Ха Это у нас А, две пары труселей Я думал, одна пара труселей будет Но они, кстати, довольно дорогие, но крутые Качество очень классное такое Тоже стретчевое Такая резинка здоровая, классная Ну, блин, классно Дальше у нас У нас тут три шоколадки Это на оставшийся бюджет я купил три шоколадки Следующий у нас Это пятикилограммовый гейнер Хард гейнер экстрим Очень крутая штука Мне кажется, она помогает Следующая У нас что-то здесь еще идет У нас здесь А, лонгслив Вот это уже лонгслив Тоже офигенное качество Тянется Я думаю, очень круто на мне сидеть будет Следующая На MyProtein Сейчас очень популярна вот такая тема Блин, запаковано Потом распакуем Потом я купил еще два зеленых чая Они типа органические Зеленые чаи Очень классно Это для мамы, чтобы она худела Еще последнее Это мега экстракт зеленого чая тоже Очень крутая тема Помогает похудению И восстанавливает энергию, силы и так далее Ну что, давайте же откроем эту коробку И посмотрим, что в ней Значит, здесь у нас Протеиновые печеньки Здесь у нас тоже Эти батончики протеиновые Здесь у нас БЦА плюс Крутая штука БЦАшки Дневные витамины Классно тоже Сироп Это сироп без сахара Очень крутая штука Тоже Можно поливать что угодно Если как бы вы не хотите жиреть То это огонь вообще Следующая у нас Шейкер Здоровенный Такой крутой Следующая у нас Омега-3 Рыбий жир У меня есть еще одна пачка Но вторая тоже не помешает Следующая Это ЦЛА ЦЛА Это Коньюгиновая Блин, я забыл Как называется Коньюгиновая кислота Вроде Это Предтренник Вроде бы Это предтренник Пробник Это Специально такой пакет Для Ну как бы Чтобы вы испробовали продукцию И что вам понравится То и взяли Вот Это для Пирогов Делать эти Блины Блины А это Просто Протеин обычный Протеин Вот у нас вот такая В общем посылочка пришла Вот этот Лонгслив Выглядит вот таким вот образом Очень крутой материал Вообще В одежде От Майпротеин Ты выглядишь как супермен Просто Такой Она тебя обтягивает Очень классно Еще смотрите Здесь вот так То есть палец Проставляется туда Я не знаю зачем это нужно Видимо так круто Следующее Это у нас вот это худи Я ее надеваю прям Вот на Поверх вот этой Лонгслива Блин какие термины Создали Это вообще жесть Вот Худи выглядит тоже Офигительно Обтягивает тебя И очень классно И смотрите Самый прикол Что одежду Майпротеин Делает тебя не только суперменом Но еще когда у тебя есть Этот Капюшон Ты как ассасин Просто готов Просто убивать Это жастко Вообще очень классные шмутки Мне прям они так нравятся Только конечно Вот это не сочетается С этим С худи Ну а так вообще классно Друзья Немножко эротики Трусы тоже Офигенно выглядят Они такие тоже Материал Как и у этой кофты И как у вот этой кофты Он очень стретчевый Такой тянется Очень круто Все Достаточно Ну что друзья Собираемся на тренировку Попробуем сделать вызов Игоря Войтенко Я не знаю его результат Потому что не смотрю уже его давно И не смотрю не потому что его Хевича Потому что чтобы не брать Какие-то там у него идеи Слова и так далее Чтобы было Типа свое направление А не Игоря Поэтому Так как он ведущий блогер Поэтому с него Скорее всего многие берут Вот всякие примеры там Речь и всякое такое Слова Вот эту тапи Атаку и так далее Но я не хочу чтобы этого было И поэтому делаю Чисто свое Поэтому буду стараться Делать на максимум Вот этот вызов Посмотрим какой результат будет Потом скажете кто лучше А да вы можете спросить Откуда я знаю об этом челлендже Мне в личку каждый второй из вас Кидает этот челлендж Чтоб я его выполнил Вот отсюда и знаю Уже полетели Сейчас Санек подъедет Здорово Мы хотели короче сегодня в тир поехать Но я думал 10 евро стоит А там оказывается 45 евро на час Там дают тебе 50 патронов И ты час типа стреляешь Ну это жестко да Санек Ну это да Для нас бомжи Если бы мы просто бомжи Для нас бомжи это как-то дорого Я думал 10 евро А там 45 Я два раза зарегистрировался Я на пол седьмого На пол седьмого зарегистрировался И вот на два раза Сначала говорит 4 человека У нас придет Потом два И потом короче А где уже был еще Илюха и Виктор Илюха и Санек Ой и Санек этот Женек А Женек Вот и короче Не пойдем вообще Потому что дорого слишком Мы еще не разбогатели Ну что Сейчас испробуем силы У нас есть таймер специальный Санек включает И он будет говорить мне Сколько остается Раз Два Три Я тебя ногой подержу просто Я тебя ногой подержу просто Ну уже 10 секунд Давай 10 секунд Раз Два Один Один Погнал Два Причём Один 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 10 секунд осталось 9 5 секунд давайте разочек ну ладно 1 Давай. У меня плечи просто уфти. Уфти. 30 секунд ровно осталось. 20. 10 секунд. Давай, 5 секунд еще разочек. Разочек, разочек. Давай, давай, давай. Вот все, красава. Стоп. Я не думаю, что я много сделал. 60 плюс 22. 82. Плюс 25. 107. Маловато. Я думаю, что Игорь сделал около 130, наверное. И он по-любому вытащил за счет отжиманий. Отжимается, как мы знаем, он много. Поэтому я уверен, что он больше меня сделал. Но я считаю, что это неплохой результат все равно. На брусьях много сделал, офигеть. Я сам удивлен. Короче, пересмотрел все видосы. Не нашел вообще нигде. Ты знаешь, где он делал это? Не смотрел? Я просто пересмотрел все его видосы последние. Не нашел. Делал. Он, по-моему, он собрал. Он только... Может, нет видосов для 70 человек приходили? Да? Мне кажется, это еще будет видос. Блин. Видимо, кто-то смотрел онлайн-трансляцию. Короче, меня обманули, походу. Я увидел вот в этом видосе. Он сделал, короче... Ну, там нарезка была. И только конечный результат. Я хочу увидеть, сколько он везде сделал. Напишите в комментах, где он где-то полный. То есть, и отжимания, и... Что там еще было? Отжимания, подтягивания, отжимания на брусьях. Полный челлендж, где он делал? Напишите в комментах. Ребята, если хотите развить функционал, хотите быть сильными и выносливыми, то заходите на сайт archomorys.com, используйте код ARCHO15 для скидки 15%, и покупайте программу, и будете просто мощнейшими ребятами. Лето уже близко. Ай-яй-яй. Реши пацаны, ажимания не делали никогда, а столько не стояли никогда. Наши спорт джанну завязли. Наши дневно. Качаться вообще не наше. Ваше, ваше. А так, друзья, мы пришли домой, Все, похавали, типа Нам делать нечего, поэтому фигней страдаем Вон, монтирую видосик для вас уже Вот там хлам куча Это если что, не я накидал, это мама А тут еда, тут пельмешки были, тут Саня Тоже пельмешек Саня скоро уезжает, поэтому Поэтому, пацаны, подписывайтесь Поэтому, пацаны, подписывайтесь на Саню Будет хорный контент, как я буду Вокзал место есть Вокзал место есть Скоро журналист Короче, будет жестко Саня будет там это, пахать Официантом опять или кем-то, не знаю Очень надеюсь, что официантом, потому что на стойку я не хочу Ну ничего, пацаны, я дома сделаю маленькие брусья Буду там стойку, все эти дела, а трени дома Все будет хорошо Короче, будет жестко, подписывайтесь на наши инстаграмчики И увидимся в следующем выпуске Пока